Вы смотрите новости на канале RTVI. Сенат Южной Каролины проголосовал за удаление флага Конфедерации с территории Капитолия штата. За проголосовали две трети сенаторов. Ранее к этому призвала губернатор Южной Каролины Ники Хейли. Несколько недель в штате не прекращались акции протеста, участники которых требовали отказаться от присутствия этого флага на правительственных объектах. Они считают это знамя символом расизма и рабства. Поводом для протестов послужило убийство девяти афроамериканцев в церкви города Чарльстон. Убийца открыто заявлял о своих российских взглядах и на одной из фотографий позировал с флагом Конфедерации в руках. Защитники флага утверждают, что он не расистский, а часть культурного наследия американского юга. Но, по крайней мере, в Сенате Южной Каролины они оказались в меньшинстве. Следующая должна проголосовать нижняя палата легислатуры штата. Там также нужны две трети голосов. Так что битва за и против флага Конфедерации не окончена. Как и другие острые социальные вопросы, связанные с дискриминацией, такие как гей-браки и Обама Кер, проблема флага Конфедерации может дойти до Верховного суда США. Высший судебный орган страны в последнее время принял ряд решений, которые фактически изменили Америку. Многие политологи и юристы считают, что в ряде случаев девять судей превысили свои полномочия. Сегодня мы обсуждаем эту тему с политическим обозревателем Артемия Владимиром Козловским. Сейчас он находится у нас в студии. Добрый вечер, Володя, и вам слово. Привет. Недавно Нью-Йорк Таймс с удовлетворением констатировала, что Верховный суд США в последнее время заметно качнулся влево. Несколько дней спустя суд подтвердил это наблюдение, подняв два поистине судьбоносных решения. Во-первых, он уже второй раз подряд спас от неминуемой смерти обамовскую медицинскую перестройку или Обама-Керр. В прошлом суд признал за правительством право заставлять американцев покупать медстраховку, хотят они этого или нет. К конституции США это право не предусмотрено. Суд это прекрасно понимал, но вышел из положения, провозгласив обязанность покупать страховку формой налога. Право налогообложения Конституция за правительством таки признает. На самом деле, когда Белый дом проталкивал Обама-Керр через Конгресс, он уверял, что это никакой не налог. Верховный суд задним числом переквалифицировал обязанность покупать страховку в налог и так спас перестройку в первый раз. Сейчас он должен был решить, имеет ли правительство право субсидировать Обама-Керр через его федеральные сайты, поскольку 34 штата отказались заводить свои собственные сайты. Но в законе Обама-Керре черным по белому сказано, что субсидии предоставляются лишь штатами. Это было сделано специально, чтобы подбить больше штатов присоединиться к Обама-Керу. Верховный суд и тут не подкачал. Вместо субсидии предоставляются штатами, он прочел субсидии предоставляются штатами и федеральным правительством. Второго варианта в тексте закона нет. Но Верховный суд такая мелочь не остановила, и он спас Обама-Керр второй раз, снова наплевав при этом на Конституцию, которую он вообще-то должен хранить и лелеять. Как пишет по этому поводу чернокожий экономист Том Соуэлл, То же самое относится и к историческому решению суда, который нашел в Конституции право на однополые браки. Я лично ничего против них не имею. Неужели? Консерваторы, насколько известно, против, так? Неужели? Я вообще-то либертарианец. В понедельник я ходил в ЗАГС получать брачную лицензию и с умилением смотрел на однополые пары, слетевшиеся туда после воскресного гей-парада. Но опять же, я не вижу такого права в Конституции. Поскольку переписать ее сложно, это право можно было бы ввести законодательно. Вместо этого его произвело на свет большинство Верховного суда, который благословил младенца пятью голосами против четырех. Вот как реагировал на это оставшийся в меньшинстве член суда Антонин Скалия. Сегодняшнее решение гласит, что моим властителем и властителем 320 миллионов американцев от края и до края является большинство из девяти юристов, заседающих в Верховном суде. Практикуемая никем не избранным комитетом девяти ревизия Конституции, неизменно сопровождаемая, как сегодня, гипертрофированными осанами свободе, отнимает у народа самую важную свободу, которую он запечатлел в Декларации независимости и завоевал в революцию 1776 года – свободу управлять самим собой. Решение о браках повернуть в пять уже, наверное, не получится. А вот Обама-Керр по-прежнему весьма непопулярен в стране. Но отменить его и заменить какой-то более рыночной системой здравоохранения можно будет, лишь если республиканцы удержат Конгресс и завоюют Белый дом. Спасибо политический обозреватель РТВ и Владимир Козловский о решениях Верховного суда США. Кандидат в президенты США республиканец Джеб Буш обрушился с критикой на действующего американского лидера. Он назвал экономику времен Барака Обамы зомби-экономикой. На сайте избирательной компании Джеба Буша появился агитационный ролик, в котором говорится о том, что при Обаме существенно возросло число американцев, которые перестали искать работу, а также граждан, находящихся за чертой бедности. Также один из лидеров гонки среди республиканцев атакует лидера противоборствующего лагеря Хиллари Клинтон. Ее экономический план звучит примерно так. Все, что бы ни делала Обама, мы удвоим. Стоит добавить, что уровень безработицы на прошлой неделе снился до 5,3%, а когда Обама занял Белый дом, ее уровень составлял почти 10%. Еще один факт. За последние два года экономика США прибавила 5 миллионов 600 тысяч новых рабочих мест. Американские полицейские окажут поддержку своим коллегам из Одессы. Об этом сообщил в своем фейсбуке глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили. Об этом решении стало известно по результатам встречи Саакашвили с послом США в Украине Джеффом Пайеттом. Одесских правоохранителей будут тренировать полицейские из Калифорнии. Также в рамках одесского антикоррупционного натиска американское правительство согласилось дать средства на оклады новой администрации под руководством Саакашвили. Напомню, что бывший грузинский президент был назначен главой Одесской области в конце мая и получил украинское гражданство. Приступив к выполнению обязанностей, он сразу же раскритиковал местных чиновников и уже уволил 20 подчиненных. Вновь накаляется обстановка в столице Армении, где почти две недели продолжался митинг против повышения цен на электроэнергию. Полиция запретила демонстрантам провести новое шествие в Ереване и предложила им обратиться за разрешением в мэрию. Ранее сегодня же силовики разобрали баррикады протестующих на проспекте Баграмяна. Часть участников демонстрации попыталась блокировать работу стражей порядка. В итоге около 40 человек были задержаны. Как заявили в Министерстве внутренних дел Армении, сила применялась только по отношению к тем, кто отказывался повиноваться полиции. Как заявили в интервью артилля и свидетель утреннего разгона, полиция вела себя более сдержанно, чем это было при разгоне демонстрации 23 июня. Полиция нарушила статус-кво, которое сложилось последние две недели. И, на мой взгляд, они действовали без соответствия тем стандартам, которые были указаны в заявлении защитника прав человека. Хотя полицейские старались осуществить разгон акции по возможности без применения специальных средств, необходимо оценить существующее общественное мнение по данному вопросу, необходимо оценить мнение всех групп, которые участвовали в этом гражданском неповиновении, их позиции и определить программу действий для будущего периода, исходя из оценки ситуации. Сколько можно судить по заявлениям самой полиции и в соответствии с законодательством, они действовали в соответствии с законом с минимальным применением силы. Если сравнивать события с 23 числом, когда были более 250 задержанных и большое количество из них получили физические повреждения, было грубости, невозможное применение силы, то в этот раз вроде бы все обошлось с меньшим ущербом. На самом деле людей становилось не меньше, люди разделились по своим требованиям и целям, которые они собрались. Часть людей, которая решила уйти в свое время с проспекта Баграмяну, они посчитали, что их требования выполнены. А те люди, которые остались на проспекте Баграмяну, посчитали, что их требования не выполнены и стали выдвигать другие требования. Напомню, митинги против подорожания электроэнергии начались в Армении 19 июня. Через 10 дней президент страны согласился провести аудит в компании электрические сети Армении, а на время проверки заморозить тарифы на свет. Однако участники акции протеста назвали эту меру временной и потребовали гарантии возвращения прежних цен. В Ереване также возмутились тем, что российские СМИ назвали происходящее в стране очередной цветной революцией, спонсируемой США. Это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.